Здравствуйте! Как я уже сообщала, у меня произошла трагедия несколько дней назад. Муж случайно отломил цветок пофиопедилума, который только что распустился. Вот он у меня в воде уже несколько дней стоит, пока живой. Ну что поделаешь, случаются такие неприятности. И поэтому я пересажу этот пофиопедилум, так как здесь я нащупала пустой корешок. И все-таки нужно посмотреть, что там. Вероятнее всего он растет в одном мху. Я посажу его в небольший горшок и уже положила на дно дренаж. Как вы видите, это кусочки лавы. Это очень хороший дренаж. Этот пофиопедилум, как мы уже говорили, любит плодородные листовые почвы. И мы сделаем ему вот такую смесь. Здесь обычная торфяная смесь. Здесь у меня, как вы видите, кусочки коры. Грунт для орхидей. И биологический гумус. Биологический гумус 100% написано. Созданный червями, извините. Итак, приступим к посадке нашего растения. Да, я еще добавлю немного рубленого сфагнума, резаного. Для чего я добавила сфагнум? Дело в том, что когда у нас растение растет в сфагнуме, нельзя резко переводить его на более сухие условия жизни. Это будет большой шок для растения. Поэтому мы добавили более влагоудерживающие материалы, чем просто грунт для орхидей. Итак, приступаем. Первым делом мы уберем цветонос, так как он нам уже не нужен. Мы срежем его как можно ниже. Ножницы у нас хорошо обработаны, как обычно, спиртом. Срез я присыплю молотой корицей. Стараемся не попадать на живые ткани, на те участки растения, которые нам понадобятся в будущем для роста, так как корица не пропускает воду. Итак, приступаем. Посмотрим, что у нас тут внутри. Нет, он не сидел во мху. Он сидел вот в таком вот грунте. Очень влагоемкий старый грунт. Вот посмотрите, видите? Вода проступает. Сейчас я почищу его. Чтобы не занимать ваше внимание, все знают, как убирается грунт. Я включу чуть попозже. Итак, корни практически все хорошие, крепкие. Гнилых корней, кроме вот этой вот, которая меня и... Вот этих двух корешочков, которые я удалю. Они до половины. И очень приятная вещь, что вот здесь вот есть... Не знаю, видно. Видите? Маленькая детка растет. Грунт этот рекомендован был во многих и пособиях, и видео. Мы посмотрим, как будет развиваться в этом грунте наш пафиопедзилон. Итак, я перемешаю вот эту смесь. Удалю поврежденные корни. И продолжим. Немножко повыше я его удалю. Вот здесь. Все срезы обязательно присыпем корицей. Опрыскаю сейчас и перекись у водорода. Ножницы, как мы уже сказали, у нас очень хорошо обработаны. Так, ну вот эти вот три корешочка немножко были повреждены. И то, которые были наверху. По всей вероятности, они подсохли. Они сгнили. Похоже на подсохший. Теперь я обработаю это растение, и мы посадим его. Здесь у нас был и подпорченный листик. Вот я и говорю, что не делается, то делается к лучшему. Листика еще один подпорченный. Вот это уже нехорошо. Как видите, началось загнивание. Посмотрим, что будем делать. Загнивания, кстати, товарищи, довольно много. Сейчас почищу и посмотрю, что смогу сделать. Много гнилых листьев. Итак, растение обработали фунгицидом. Оно подсохло. Можете себе представить, что за почти месяц, как это растение у меня, я его ни разу не полила, потому что грунт все время был мокрый. Вот этот мох, который был на поверхности, так сказать, декоративный, и так как у пофиопедилома легко подсыхают корни, если они не прикрыты грунтом, то его прикрыли вот этим вот мхом. И этот мхом, как вы понимаете, держал влагу, и розетка загнила, начала гнить. Ну, по крайней мере, вроде бы дальше гнилого нет. По крайней мере, я так надеюсь. Сейчас я зачищу все, что только можно. Вот еще небольшой кусочек участок. Ну, вроде пока ничего гнилого больше я не увидела. Итак, мы сажаем наш пофиопедилом. Как мы уже сказали, пофиопедилом не переносит подсыхание корней, и мы поэтому немного его заглубим в горшочек. Но не сильно, так, чтобы розетка уже не прикрывалась грунтом или мхом. Ну, и обычный порядок. Полью я его, правда, теперь дня через два, не раньше. Обо всем новейшем я буду вам сообщать, как будет жить, развиваться и будет ли жить наше растение. Спасибо, если видео было полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал, отвечу с удовольствием.